Ежегодно, 1 сентября, телеканал Муз-ТВ проводит в Кремлевском дворце большой концерт со звездами шоу-бизнеса. Видимо, это все делается для того, чтобы растормошить хоть как-то школоту. И сегодня мы здесь для того, чтобы узнать, какие впечатления и воспоминания остались у звезд от школы. Эй, йоу, поехали! Что угодно говори, на петь. Расскажите, с какого возраста вы начали крутить школьные романы и помните ли вы свою первую любовь? Моя первая любовь была не в школе, а в детсаду. Мне было три года. Вот. У тебя два было? Да нет, нет. Нет, у меня было три на самом деле, да, и вот такой был. Любвеобильный малый, и я влюбился в девушку постарше. Уже тогда ли был постарше? Нет, ей было четыре, да. И она не хотела со мной что-либо иметь, потому что она на год старше. Даже тогда, понимаешь, дети, ей было четыре года, мне три. Даже тогда она, блин, умудрялась как-то различать. Нет, ты младший, я с тобой не буду водиться. Ну да, это было ярко. Я влюбился в одноклассницу. Знаете, когда мальчику нравится девочка, он идет от обратного. То есть я ее все время задевал, как-то пытался обратить на себя внимание. За что однажды получил по лицу. Она подошла ко мне и влепила пощечину у всего класса. Только на последнем звонке, когда мы уже встречали рассвет, я и признался. Но с тех пор я ее больше не видел. Ну, наверное, именно благодаря ней я стал пародировать Пушкина и пытаться писать первые стихи. Первая любовь не забывается. Моя первая любовь звали Гриша. Я была в шестом классе. Мы встречались месяца три даже. А потом он целовался с другой девочкой, и я с ним больше не общалась. Сейчас мы, кстати, дружим. Сейчас мы дружим, как ни странно. Что ты можешь пожелать российским школьникам, чтобы они не переживали и не загонялись насчет первого сентября и наступления школы? Не всегда самое главное обучение на уроках, сколько, как важно думать об обучении на переменках. Потому что на переменках мы учимся дружить, любить, взаимодействовать с одноклассниками, взаимодействовать с учителями, с поварами в столовке. И это прикольно, это тоже житуха, это то, что в конце концов иногда даже бывает, что пригодится гораздо больше. Вот, поэтому школа — это маленькая такая клёвая жизнь, взаимодействие с друзьями и так далее, и это больше интересно, чем... Я думаю, что нужно это просто принимать и потом вспоминать. Так 1 сентября там незачем загоняться. Незачем загоняться, а то, что будет после 1 сентября, там уже загоняйтесь. Ну да, учитесь, конечно, да. Если, конечно же, это не самое главное, но желательно хорошие оценки домой приносить, чтобы вас родители не ругали. Я хочу сказать, что стоит учиться, и учиться хорошо. Вот, потому что в жизни всё это пригодится. Дело не в уроках, а дело в самодисциплине. Я плохо учился в школе, и сегодня мне очень сложно самодисциплинировать себя. Вот, поэтому, пройдя хотя бы один из классов, вы будете нормально себя чувствовать и сможете собрать себя. В любом случае, все, кажется, мне будут переживать, потому что это такой волнительный день. Я сама себя вспоминаю, что я готовилась, я думала, что я надену, как я буду выглядеть, ну, когда была постарше. А в школьные, в начале школы времена года я всегда волновалась. Мы так выбирали эти рюкзачки и всё остальное. Поэтому волнение — это хорошо. Волнение подтверждает тот факт, что вы тонкая натура и душа. Да это неизбежно, не загоняйтесь. Расскажи, как ты относишься к такой фольформе, как ТикТок, и вообще, что там делают люди, по-твоему? Страдают фигнёй в ТикТоке, но я этим тоже занимаюсь. Да, я люблю это дело, я считаю, так нужно разряжаться. И как бы там ни было, это такое, как бы, любительское, но подчас очень красивое творчество. Скажи, как ты провела лето и будешь ли ты по нему скучать? По лету, ну, скучать, наверное, не буду. У меня за всё лето было четыре выходных. Вот я находилась в плотной работе и гастрольной деятельности, это было здорово. Вот, поэтому я надеюсь, что дальше будет ещё больше концертов и всего остального. Поэтому скучать? Не, почему? Я вообще не почувствовала лет на себе. Не грущу, потому что сентябрь — это мой месяц, у меня в сентябре день рождения, в октябре у моей дочери день рождения. Поэтому я только радуюсь. Ну, как бы звёзды не бодрили, мы-то понимаем, что 1 сентября — это праздник, а 2-го уже всё начнётся. Ну, не будем о грустном, с вами канал Hello Russia. Всем кисам-кис, всем писам-пис, пока, кисяо!